В Синеоке зафиксирован самый низкий уровень безработицы в ЕАЭС. Общее количество нетрадоустроенных не превышает 3,6%. Это ниже, чем у России. Она расположилась на второй строчке. Третье место делят Казахстан и Кыргызстан. Молодежи, которые не спешат устраиваться на работу, в нашей стране всего 10%. На рынке труда Беларуси предлагается свыше 95 тысяч вакансий. В республике за две недели от гололедных и холодовых травм пострадали свыше 3860 человек, 870 дети. Из-за изменения погодных условий Минздрав напоминает быть максимально осторожными. Потенциально травмоопасным местам относят ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта и горки. Обувь должна быть удобной и нескользящей. В стране зарегистрировано более 140 случаев кори. Эпидемиологическая ситуация развивается на территории четырех регионов – Брестской, Гомельской, Минской областей и столицы. Вирус распространяется среди невакцинированных. Медики призывают белорусов старше 18-ти уточнить свой прививочный статус. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства. В стране продолжается проверка пассажироперевозчиков. В рейды выходят представители ГАИ, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и других ведомств. Несмотря на то, что повышенное внимание к сфере уже несколько месяцев, нарушения по-прежнему есть. Изъято 44 автомобиля. Пренебрежение безопасностью недопустимо. БелЖД готовится к переходу на зимний график движения. Ежесуточно будет курсировать свыше тысячи грузовых составов. Запланировано без малого 90 маршрутов контейнерных поездов в Россию, а также страны Азии и Китай. Появится возможность добраться из Минска до Минеральных вод и Нижнего Новгорода.